Честно говоря, я не знал, что вы мастер спорта по тяжелой атлетике, об этом я узнал только неделю назад. Расскажите немножко побольше про тяжелую атлетику, потому что это безумно интересно. Пошел, записался в секцию тяжелой атлетики здесь, как раз на комбинате она была. И начал потихонечку поднимать, поднимать там. Вот, начало что-то там получаться. И я выполняю первый разряд перед Альмией. Меня забирают в спортроту. И вот там я уже начал регулярно заниматься. Посмотрел, как там занимались. А в то время там, знаете, приходили в школу высшего спортивного мастерства. Значит, Ригерд, я видел, занимался вместе со мной на помосте. Вернее, я там с ним на помосте. Плюкфельдер рассказывал, показывал. Николай Колесников занимался. Там Хорошаев, чемпион мира в жиме. Тогда еще там жим только должны были отменить. Ну, и ряд других таких вот интересных. Это все в Ростове в спортроте. Школа высшего спортивного мастерства. То есть там. И занимался, занимался, выступал. Кое-что я даже там занял. А потом, знаете, как бы сказать, первый разряд я делал, а дальше что-то особо не давалось. В сентябре я плотненько занялся. Естественно, значит, добавил сухарей так называемых. Это в переводе на русский что значит? Вот как раз, я думаю, вы все поняли. А то, говорит, на сухарях там. А я специальных сухарей добавил. Но это не значит, что они сработали. То есть анаболики, что они сработали. Нет. Должен быть труд. И я трудился. Говорит, ну вот, вы посмотрите, как я сейчас тружусь. А тогда, наверное, еще так больше было рвение. Как зверюга. И примерно 26 декабря соревнования областные. И я на них делаю мастера спорта. Сразу резко там висать, увеличиваю. То есть сухари были нормальные. Сухари были нормальные. Но, опять-таки, если бы вы не пахали, то сухари у вас остались бы так. А можно чуть более детально о сухарях рассказать? Это интересно всем. Какие там были? Что там было написано? Это был метандростенолон. Метандростенолон. Где-то я принимал. Ну, наверное, таблеток, наверное, по 5. В день? Да, в день. В общем. Сразу в первого дня? Нет, ну я до этого же принимал. Там были. То есть я с этим делом был знаком. И не подумайте. Вот сейчас многие думают, что анаболики ешь. За счет анаболиков прогрессируешь и так далее. В то время, когда я занимался, это были 70-е годы. Это было нормально и считалось разрешенной добавкой. И это все использовали. Но мастерами становились далеко не все. А чемпионами тем более. Несмотря на то, что могли быть там и дозы ужасные. Но не в этом оказалось дело. Дело оказалось в труде. Чтобы человек кропотливо, постоянно занимался. Вот тогда сплав анаболиков с трудом дает поразительные результаты.